Патока – это очень полезная подкормка, которая применяется как вместе с органическими подкормками, так и в комбинации с минеральными удобрениями. Прежде всего, это источник калия, меди и других важных веществ. Меласу можно использовать перед уборкой урожая. Она очищает растения от азотных соединений, улучшает вкус ваших плодов. Происходит это за счет того, что микроорганизмы, которые активизируются в результате внесения свекловичной патоки, связывают азотные соединения в почве. Также актуальным будет использование этой питательной смеси после уборки урожая перед зимовкой, чтобы почва лучше перезимовала и подготовилась к новому сезону. Она сохраняет качественный состав почвы и улучшает корневые системы тех растений, которые остались в земле. Патоку можно вливать в натуральные подкормки, компостные чаи, настои из люцерны и другие удобрения. Если смешать патоку с органикой, она даст здоровым микробам пищу для развития в почве, а чем больше будет их активность, тем крепче будут растения. По дозировке одной ложки патоки будет достаточно на одно ведро воды. Смешайте ее с другими удобрениями, опрыскайте растения и поливайте под корень. Если распылять на листья, то полезные вещества и сахар будут усваиваться гораздо быстрее и все элементы будут доступны сразу. Удивительно, но патока еще дает бонусы в борьбе с насекомыми в саду. Она повышает иммунитет растений и вредители будут намного меньше атаковать и наносить меньший ущерб. Чтобы добиться лучших результатов, можно добавлять смесь воды и миласы каждые две недели. Купить ее можно в любом садоводческом магазине, но можно и сделать самостоятельно. Свеклу нужно очистить и мелко натереть, после чего поместить ее в отдельную емкость и залить водой. Свеклу надо размять, пока она не пустит сок, после чего процеживаем все через марлю. Можно использовать соковыжималку, чтобы быстрее получить сок свеклы, его насыщенный вкус и аромат. Ставим сок на огонь, добавляем 5 больших ложек сахара и как только он закипит, уменьшаем огонь до минимума, чтобы продукт не загустел. Ждем еще одну минуту и выключаем, остужаем и храним патоку в холодильнике.